...в том, что и для одной, и для другой команды это, безусловно, будет главная игра календарного года. Ну, слава богу, вот мы с вами уже и внутри стадиона. Идет дождь в Мадриде, судя по всему, как и везде в Испании. Так что сегодня поле будет скользким, поле будет мокрым, и посмотрим, что это нам сегодня принесет. Канал Плюс показывает сегодняшний матч, как всегда это бывает в Испании, с последним матчем в воскресенье, а поэтому представлены здесь все арбитры, все четыре. Бригаду возглавляет сегодня на этом матче Гонсарес-Васкес. Ну, и вот у нас, собственно, команды появились на поле. Прежде всего, буквально, пара слов о турнирной таблице. Барселона после вчерашней впечатляющей победы над Валенсией имеет 35 очков. Оступился в Вильяреал, там, где, в общем, было это не очень ожидаемо на своем поле против Хитафи. Сыграв ничью 3-3, при том, что к перерыву горел 0-3 дома. Сыграл Вильяреал 3-3, у него 29 очков, он Барселону отпустил, и, как кажется, уже далековато. 6 очков разница между ними. Валенсия 27, Реал 26. Это первая четверка испанских команд. Севилья находится на шестом месте, у нее 27 очков. А то бишь по потерянным это потенциально команда третьего-четвертого места. То есть, понятно, что, в общем, наверное, можно было и не перечисляя ситуацию в турнирной... Не воспроизведя ситуацию в турнирной таблице, априори утверждать, что сегодняшний матч, безусловно, и для той, и для другой команды имеет серьезное турнирное значение. Обе команды входят в довольно непростую полосу сейчас, и у того клуба, и у другого довольно напряженный календарь. Сложные соперники. Ну и, конечно, как выйти из этой серии игр, в общем, может быть, этот вопрос и является ключевым. Берн Шустер вслед за Маноло Химяносом появляется на наших с вами экранах. Кресло под ним шатается, как молочный зуб у шестилетнего ребенка. В общем, есть очень много поводов, наверное, уже сейчас даже с Шустером расстаться. Но пока никаких особых шагов не предпринимается. Более того, руководство клуба высказывает полное доверие главному тренеру Реала. Наверное, действительно сейчас не самое лучшее время. Возможно, это состоится. Возможно, отставка у нас в Реале и произойдет. Но, возможно, всякое. В жизни все бывает. И, конечно, очень важным, не скажу ключевым, но очень важным, безусловно, будет матч через неделю на Кампноу, где Барселона будет играть против Реала. Потому как поражение в том, в следующем матче. Реал шансов на чемпионство не лишит. Еще слишком много надо будет сыграть. Но по престижу, по ренаме, по тому курсу, по той политике, которую выбирает руководство Королевского клуба, нанесет ощутимый и очень серьезный удар. Ну, посмотрим, во что выльется игра сегодняшняя. И у Мадрида, и у Севильи есть ощутимые сложности. У нас сразу же Реал рвется вперед. Робин, момент на первой минуте. Удар по воротам по лоб выручает команду. И так мы назвали уже двух действующих лиц. Вот остальные. Касилья с воротах номер первый у Реала. В обороне Серхио Рамос номер четыре и Фабио Канаваро номер пять. Это пара центральных защитников. Митчелл Сальгадо справа номер второй. И Марселлу слева номер двенадцатый. Еще одна атака и может получиться более любопытно. По лоб читает игру. Выходит из собственной штрафной. Удастся мяч доставить? Нет. Ну вот и пауза, собственно говоря. Сорок четыре секунды прошло и дважды по лоб как напрягся, да? Продолжаем с составом. Гагу в центральной зоне у Реала отвечает за опорную зону. Он восьмой. Гути четырнадцатый чуть правее. Рафаэль Вандервард двадцатый чуть левее. И в атаке трио из Рауля под седьмым номером играющего. Игуаин двадцатый и Робин одиннадцатый. Вот, собственно говоря, что здесь произошло. Здесь очень сильным вышел удар у Гути. Пришелся мяч прямо в лицо Душеру. И так как все это очень близко, то, конечно, получилось очень неприятно. Но от таких ударов довольно быстро футболисты отходят. Может быть, там дадут понюхать на шатырь, еще что. И все будет в порядке. Так что Душер, если у него нет там каких-то костных повреждений от такого удара, а такое тоже нельзя исключать, да, должен, конечно, он вернуться на поле в ближайшее время. Еще разочек посмотрели мы с вами момент с участием Робина. Берн Шустер, главный тренер Реала. И теперь состав Севильи. Полоп в воротах номер первый. В обороне слева Фернандо Навара, восемнадцатый. Четырнадцатый СКД. Четвертый Скилачи, два центральных защитника. Конко действует на правом фланге. У него двадцать четвертый номер. В полузащите Ромарик, двадцать второй. Второй и Душер пятый. Это два опорных. Ближе к атаке располагаются Адриано слева. Под шестым номером Хесус Навас справа. Под седьмым. Под нападающим одиннадцатый Ренату. И на позиции чистого нападающего Фредерик Кнуте. Номер двенадцатый. Еще раз напомню, Манула Хименес, главный тренер. Гонсайлс Васкес, главный судья. Ваш комментатор на футбольном канале НТВ+. Михаил Поленов. Очень живо начинает Реал. Сразу дает понять, что в этом матче он готов, в общем-то, ну не то, чтобы снять вопросы о своем состоянии. Они в любом случае останутся. Но, по крайней мере, немножечко сделать их менее громкими. И тонну немножечко в другую сторону вывернуть. Потому что сейчас, в общем, об игре Реала комплементарных слов, конечно, не дождешься. Подача в штрафной у Касилис. Ошибается на выходе. Гол! Адриано! 1-0! Севилья выходит вперед. Три минуты сыграно. Есть у нас первый гол. И продолжаем в том же духе, что и весь тур в Испании. Какой результативный. И вот начало нашего матча. Единственное, по сути дела, за эти три минуты атака Севильи. Пас на правый фланг. Там Хесус Навас. Передача в штрафную. И Касилис не прав, конечно, в этом эпизоде. Безусловно. Вот еще раз. С подачи, если вратарь выходит, он должен до мяча добираться. Чувствуя, что не уверен, оставайся на линии. Это прописная истина. Ну, а дальше, ну, что тут защитникам можно предъявить? Ну, как Дельниду отреагирует? Ну, надо отдать ему должное. Вообще, испанские президенты, президенты испанских клубов, конечно, могли бы работать в контрразведке. С их выдержкой, потому что по правилам приличия испанским сидят они, ну, так заведено, да? Сидят два президента играющих команд вместе в ложе для особо почетных гостей. И, конечно, эмоции проявлять, в общем, ну, не очень, что ли, принято. Ну, что ж, у нас состоялся гол. Адриану забивает мяч в самом начале игры. И Реалу становится, безусловно, еще сложнее. Впрочем, и до этого было не так уж просто. Но те два момента, которые мы видели, наталкивали на то, что Реал... Наталкивали на мысль о том, что Реал сегодня будет очень агрессивен, будет очень нацелен на чужие ворота. Так и будет дальше обязательно. Другое дело, что теперь Севилья будет играть по счету. И, конечно, задача для Реала усложняется. И усложняется заметно. Я сказал о проблемах с составом. Они действительно есть. И если основные составы выглядят более или менее традиционными и привычными, то вот на скамейках запасных и у той, и у другой команды есть футболисты, которые поднялись в заявку команды из, скажем так, Кантеры. Ну, что касается Севильи, то у нее заявлен сегодня впервые в примере нападающий финский Теяму Пуки по 37 номерам, который сейчас производит очень неплохое впечатление в Севилье Бе, которая играет во втором испанском дивизионе. Дела у дублеров севильских из рук. Вон, конечно, 20-е место. И, в общем, там все прям совсем плохо. Ну, а у мадридского клуба сегодня играет... Сегодня может сыграть Чема Антон... Хосе Мария Антон Сампер. Ну, или, коротко, Чема Антон. Защитник, который сегодня в случае чего на поле появиться может. Ну, и еще один молодой футболист – это Альберту Гуэну Кальму. Посмотрим, будет ли повод о них говорить более серьезно, если появятся они на поле. У нас пока 6 минут позади. Иреал снова с мячом. Это Габо. Игуаин играет снова на Габо. Гутен, длиннющий пас. Ничего здесь не будет. Фернандо Навару даст мячу уйти. И будет аут в пользу Севилья. Тур начался очень живенькими тремя матчами, мягко говоря. Спортинг и Атлетику назабивали друг другу 7. Там счет 2-5 в пользу мадридского клуба. Вильяриал и Хитафи играли в это же время и закончили со счетом 3-3. Итого мы получаем уже 13 мячей в двух матчах. Плюс Барселона и Валентия. Учтем результат 4-0. 17 голов первые три игры. Ну и потом еще. Три игры, в которых, как принято говорить, результативность выше среднестатистической, выше что ли. Ну, такого определенного потолка, да. В вас половина гола, как у букмекеров разделяются вверх и вниз. Сейчас результативный матч от не очень. Мальорка Рекрия 2-3. Мальорка проигрывает одному из ульцайдеров на своем поле. И Асасунов в Ильядолит ничья 3-3. Ну и отметим также игру между Нумансией и Альмерией. Там 2-1 победили хозяева. Остальные матчи оказались не такими результативными. 1-1 сыграли только что Бетис и Испаньол. Рассенко и Атлетик с таким же счетом закончили. И Депор выиграл у Малаги 2-0. Вот, пожалуй, и все пока результаты на эту минуту. В нашем матче 0-1. Севильев впереди благодаря голу Адриана на второй минуте. Сальгадо. Сальгадо, пожалуй, один из таких, что ли, показателей. Да, если он в составе, значит, есть проблемы. В обороне, значит, Серхио Рамос играет в центре защиты. А Сальгадо, ветеран команды, выходит на привычный для себя правый фланг. Наверное, Бернадо Шустеру видней. Но вот по тем матчам, которые Сальгадо в составе проводит, он очень неплох. Робин вошел в штрафную, отдать бы пас можно было чуть пораньше. А вот видел ли Робин и Гуаина? Не факт. Вопрос дискуссионный, кажется, что, скорее всего, нет. Или, по крайней мере, чувствовал, что пас отдать не может. А потому, когда уже почувствовал, что вот надо, его уже накрыл защитник. И угловой. Подача. Не самая удачная подача. Рамарик довольно уверенно мяч выбивает. И дальше уже Душер продолжает. Начатая партнером. Реал навязывает борьбу. В конечном итоге мяч к Серхио Рамосу прилетает. У Севильи тоже есть достаточно ощутимые сложности. Нет, например, Морески сегодня в составе. Хотя, вот по тому составу, который есть сейчас, вот полузащита Адриану, Ренату, Навас, Рамарик и Душер, в общем, тут даже трудно сказать, кто из них сегодня реально занимает место Энса Морески. Потому что каждый из этих футболистов, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, в последнее время является игроком основного состава, игроком стартового состава. Это немножко разные вещи. Ну и поэтому, в общем, довольно трудно оценить, насколько же это реально потеря. Что нам здесь предлагают рассмотреть? Как мяч между ногами у Сальгадо проскочил? Ну да, в общем, бывает. Тут ему трудно предъявить претензии. Все-таки он, во-первых, был и в борьбе. Ну и не его это дело, мячи летящие ворота отбивать. Тут, конечно, виноват Касимес. Теема Пуки сегодня вызвана не случайно. В основной состав попало в список 18 игроков, которых Маноло Хименес выбрал на эту игру. Во-первых, многих нападающих нет. Луис Фабьяно отсутствует, Чивантон отсутствует, Кане отсутствует, который тоже, в общем-то, мог бы, наверное, сыграть, в случае чего, на позицию нападающего. А посему, в общем-то, особых вариантов, кроме как обращения к, собственно, к антере, к резерву, у Хименеса нет. Есть Том Демул, но он сегодня в запасе. В общем, как и Пуки, и у них, наверное, примерно одинаковые шансы выйти на пол. Да, у Демула побольше опыта. Неудачно действует Гонсало Игуаин. Или это Вандервард так, да, с линией штрафной бил? Мне, честно говоря, показалось, что 20-й номер. Нет, Вандервард. Прошу прощения, Гонсало Игуаин как раз был на позиции правого инсайда, правого нападающего. Раман Кельдерон чувствует себя, наверное, не очень здорово. Сейчас на его команду обрушилось немало самой разнообразной критики. Критикуют за разные, ну, скажем так, провинности, что ли, да? И, в общем, предъявляются претензии разного рода. Сегодня состоялось заседание Сосьо с Королевского клуба. Не покинул ли мяч поле? Все-таки покинул. И Рафаэль Вандервард достал его за пределами поля, уже за боковой. Вот на этом собрании, в общем-то, получил определенный вотум доверия, конечно, Раман Кельдерон. За него там основные, ну, это такая довольно бюрократичная штука, подобные заседания. Там куча разных голосований по поводу самых разнообразных вещей. Но вот две ключевые позиции вызвали очень большой спор. Это бюджет команды на следующий год, который планируется в размере с 400 миллионов евро. В общем, были там сложности и совсем небольшой перевес был у сторонников Кельдерона. Помним мы об атаке на второй минуте правым флангом и снова Хесуснава здесь был. Догоняет мяч. Икер Касильес, один из игроков, попавших в топ-10, спорил за золотой мяч. Кто-то видел его фаворитом, но не францфутболк. Гонсало Игуаин против Фернандо Навару. Того страхует партнер. Сальгадо помогает. Это опасно. Ой-ой-ой. Раулю мяч попадает в ногу и летит к своим воротам и не к чужим в этом направлении. И здесь ничего не будет. Холок вводит мяч в игру. Длинным пасом оказывается он точным. Ринато. Наварро. И заброс на кону ТМ. Для него высоковато. А вторым темпом атаку здесь никто не поддержал. Но вообще довольно малочисленной была эта атака у Севильи. Ромарик ждет подключения правого своего защитника. Конко там атаку поддержал, но в итоге отдал не очень хорошую передачу вперед. Абдулай Конко. Ну вот еще раз эпизод с участием Рауля и реакцией Бернда Шустера. Много довольно любопытного вот на этом собрании Сосиос, на этой большой ассамблее, которую проводил Мадридский Реал. В частности, по газете Марка, по ее публикации, говорю об этом, ссылаясь на испанских журналистов. На сайте Реала, кстати, буквально двумя словами упомянуто про это, про то, что там доверие вынесено в целом и приведены результаты голосования по отдельным темам. А вот на Марке очень большая статья, и там много очень критики. Говорилось также в этой статье о том, что выступавшим представителем Мадридского Реала которые могут претендовать, например, на то, чтобы составить конкуренцию Кальдерону на выборах. Выключали микрофон во время их выступления. Раздавались там призывы об отставке Кальдерона, в том числе всякие шиканье, недовольство. В общем, много чего разного было. И, пожалуй, вот эта победа для Кальдерона, она, в общем, не первая, конечно, но, тем не менее, она, конечно, очень неубедительна, по крайней мере, пока. Но мы все помним, что было в Барселоне по окончании этого предыдущего сезона с Жуаном Лапорто. Да, как его там парафинили в Барселоне, как некрепки и податливы были его позиции. И, тем не менее, он устоял, и что сейчас творит Барселона. И у кого есть желание его менять. Ну, а у нас пока есть желание что-то поменять, наверное, тем, кто болеет сегодня за Реал, потому что команда пока не выглядит... Ну, я не скажу конкурентоспособный, но, по крайней мере, вот те 45 секунд на старте были самыми яркими минутами. И что же дальше? Пока вот прошло уже с тех пор ровно 15 минут, и пусто. Севилья зарабатывает еще один стандарт, и будет Ромарик навешивать мяч. Навешивать в штрафную, закручивать мяч в сторону ворот, но подача идет довольно низкая. Робин головой выбивает. Успели поставить Робина на ноги. Лазаре-то без того переполнено у королевского клуба, и тут, в общем, проблемы есть в любой позиции, наверное, кроме вратанской. Опять Севилья с мячом. Хорошо знает, что ей делать в такой ситуации. Придерживает мяч, сбивает темп, не позволяет Реалу перекатывать мяч в центре поля, не позволяет Реалу убегать в быстрые контратаки. В общем, очень грамотно и осмотрительно действует. При этом, если есть возможность, атакует и сама, да, не самыми большими силами, но счет, в общем, позволяет удар Ромарико дальний и неточный. Прямо на трибуну самых отъявленных ультрас испанских. Ну, правда, испанские ультрасы, например, итальянские, ну, или наши, это, конечно, совсем разные вещи. Испанские практически плюшевые по сравнению с восточноевропейским или итальянским. Там не принято немножечко болеть так, как у нас, например, может, мы что-то только лучше. Вообще, как показывает практика последних лет, наибольшее, что ли, такого самого высокого градуса футбольное насилие достигает именно в странах Восточной Европы, которые не так благополучны с экономической точки зрения. И Чехия, и Польша, и Румыния, и Россия в том числе. Рамос здорово читает игру. Получит, наверняка, сейчас передачу от Сальгадо. Он идет по своему флангу и будет смещаться в центр, пытаться, по крайней мере. Ромарик ставит ему спину и нарушает правила, по мнению Васкиса. Ну вот и в стандартах шанс, безусловно, есть кому бороться за верховые мячи у Реала. Да, нету Пепе, но есть и другие. Рауль, опасный момент, гол! Рауль Гонсарес, кому как не ему вытягивать команду за уши из болота кризиса. 1-1, ничья у нас. Вот, пожалуйста, шанс, и шанс реализован. Красавец Рауль. Сложный мяч забивает, выуживает его где-то на уровне колена, и все-таки умудряется головой отправить его в ворота. Ну вот так вот, лучший бомбардир лиги. Ну, по-моему, голос диктора, объявляющего автора гола, немножечко живее, чем публика на стадионе. Как-то они довольно быстро остыли, встретили гол весело и громко, а потом, когда объявляли, кто забил, уже, ну, по крайней мере, можно было ждать и больше. Ну что ж, счет у нас сравнялся. И хорошо. Конко не уследил здесь за Раулем, он на протяжении всего этого эпизода находился рядом с капитаном Реала и не успел среагировать на рывочек Рауля. Сейчас сам Рауль фалит. Да, врезался Рауль с келочи, но, в общем, виноват он здесь, конечно. А, ну вот еще и наступил. В общем, ну, действительно, там нарушение правил было. Правда, Рауль, наверное, один из последних игроков, про которого подумаешь, что фалил он с умыслом, желая сыграть грубо вообще. Рауль такой футболист, немножечко выбивающийся за рамки какого-то образца, что ли, современной звезды. Звездный статус его никто не оспаривает, но гламура, какой-то общественной деятельности в его исполнении нет. Очень такой практически аскетичный в этом смысле человек, большой семьянин, и, в общем, скандалов, связанных с ним, не бывает. Хотя в той же команде есть и Сергио Рамос, и Гути, способные почувить. В общем, тут все это, конечно, сугубо индивидуально. Хесус Навас уходит от Марсела, получает по ногам, а Марсела получит карточку. Безусловно, должен покарать его здесь Васкес. В руке у него желтая. Такова и будет. Марсела получает... Да, это первый горчичник, да, в сегодняшней игре? Вроде бы да. Да. Конечно, откровенно не успевал, играл уже здесь в ногу. Вообще удивительно, что Марсела вот так вот много проиграл Хесусу Навасу в скорости. То, что проиграл, вообще, наверное, не так уж и сомнительно, и ничего в этом удивительного нет. Но вот то, что так много... Марсела не самый медленный защитник. Ну, Навас, конечно, скоростью не то, что не обделен, а может быть, один из самых быстрых. Подача на Кануте. Удар! Гоу! Вот это да! 2-1 в первом тайме. Забивает, правда, Рамарик, но Кануте был рядом. Вот это да! 2-1. Севилья сравнивает счет. Три минуты прошло после... Ох, Севилья снова выходит вперед, конечно. Три минуты прошло после того момента, как забил Раули. Забивает Рамарик. 2-1. Севилья снова лидирует. Вот этот эпизод. Ну, здесь, знаете, довольно трудно было на общем плане в динамике, в этой толкотне и суматохе определить, кто был в итоге последним наносящим удар. А вопрос возник. Не объясните ли, господа защитники Реала, а почему с Рамариком борется Арьин Робет? Вот вопрос, собственно, в котором, наверное, и таится ответ на то, откуда, собственно, этот гол вышел. Ну, вот и реакция Кальдерона, да, и Бернда Шустера примерно такая же. Где был Коновара? Где были футболисты, у которых шансов сыграть головой, наверное, было побольше в этом эпизоде? Ну да ладно, случилось то, что случилось. Снова Севилья вышла вперед. Ренату с мячом. Я вспоминаю сразу игру прошлого сезона здесь на Бурнабеу против Валенсии, которую Реал каким-то непостижимым совершенно образом взял и проиграл зачем-то. Хотя очень уверенно вел. И вот от того, от той игры, перед той игрой были примерно такие же ожидания и надежды, вот вплоть до потирания рук. Но вот сейчас-то они выдали. Они выдали в прошлом сезоне. Хороший был матч. И скорости были такие же. И, в общем, ну, правда, там была немножечко другая история. Реал очень уверенно по таблице шел, а Валенсия барахталась где-то в кризисе. Ну-ка! Ух! Каков Раул! Хорош был эпизодик. И Раул, смотрите, побежал сам за мячом, чтобы не затягивать. Но он лидер настоящий. Он лидер во всем. Пожалуй, если есть игрок, которому у фанатов, отъявленных фанатов Барселоны, игрок Реал, у которому более или менее ровное отношение, 99% в году вбиться об заклад, что это Раул. Человек, который никогда себе не позволяет высказываний каких-то. И всем своим видом он является обращением и поведением, обращением профессионалов. И эта игра у нас, еще раз повторюсь, в том же ключе, что касается голов, что и тур весь в целом. Но если сейчас неправильно посчитал, поправьте меня. По-моему, вот на эту минуту 40 мячей в одном туре забито. В этом туре. Ну, в общем, нехило, надо сказать. И это при том, что в этом, в Испании нет Хофенхайма. Который, если можно обыграть, то только в Вердоро с решетом 5-4. Ну, правда, и Бавария тоже. Ну, ладно, это другая страна. У нас здесь события разворачиваются. Ромарик с мячом играет налево. Фернандо Наварро. Удалось заткнуть, в общем, довольно проблематичную зону слева в обороне. Мануло Хименосу по кубке Фернандо Наварро из Мальорки. Фернандо Наварро даже ездил на чемпионат Европы и стал там победителем этого турнира. Макар Робин у нас с мячом. Пас на Игуаина, но нерасчетливый пас. И как Игуаин должен был за него зацепиться, в общем, довольно сложно представить. Здесь Сальгадо получает передачу, находясь плотно на ногах без движения. Хорош переводится от Гути. Робин обработать мяч обязательно нужно. И попробует Ромарика обыграть. Сложно. Это конка, прошу прощения. Это конка, конечно, правый защитник. Ромарик вот только-только сейчас подтянулся к штрафной. Быстрый Реал разыгрывает аут. Марселло попробует ударить. Нет, ну его смотрите, как грамотно здесь. Три человека встречают, и четвертый бросается в подкате. Пойди, ударь. Отдать можно было только назад. Робин против конка. Конка хорош. Абсолютно ни разу себя обыграть не дает. У штрафной. Где-то в районе центрального круга. Может быть, еще и можно выиграть Робину в скорости. А когда нужно обыгрывать за счет финта, то здесь, конечно, очень крепко и здорово стоит на ногах защитник Севилья. Хесус Навас борется до конца. Но борьбу в конечном счете проигрывает. Касилис вводит мяч в игру. Реал тут же его чуть было не теряет. Рауль на правом фланге мяч. Отпускает. Чуть-чуть далековато. Этого хватает Фернандо Наварро. Брошен быстро. Аут. Еще один будет. Рауль мечется в поисках мяча. Может быть, кстати, вот это и во вред. Растрачивает он напрасно здесь. Не столько физически. Физических сил-то за мячом бегать хватит ему, может быть, не на одну игру. Эмоциональных, может быть, сил. К ним надо отнестись как-то более осмотрительно, что ли. Трауля в этой команде, вот в этом составе и в этой ситуации, безусловно, зависит очень много. Вот сравнение Гути и Ромарико. Футболистов, играющих на одинаковых позициях. В общем, у того и у другого процент брака присутствует. Тут Гути он чуть повыше. Ну, получается, собственно, ровно 30%. Третья передача не точно. Безусловно, сегодня в репортаже, и от этого, я думаю, что не уйти. Мы будем больше плясать от Реала. Так же, как вчера, наверное, плясалось больше от Барселоны. В преддверии классику. Так что не удивляйтесь, если будет определенный крен в сторону Реала. О Севилье, безусловно, тоже будет что-то сказано. Конечно, сейчас команда о себе поводы говорить в восторженных тонах дает. Она очень здорово, очень грамотно, с чувством собственного достоинства играет против мадридского клуба. И пока вот эти миниатюры, эти отдельно взятые единоборства, они в пользу Севильи. И это очень важно. Вот смотрите сами. Вот Хесус Навас, да? Одна из ключевых позиций в этом составе Севильи. Вот он действует справа, и он Марсело обыгрывает. Пока он быстрее. Он может обыграть и один в один, находясь в статике. Мы это видели. И Марсело требуется поддержка. Это значит, что разрывается немножечко центральная линия, центральная часть обороны. Но она противоположна и части поля, и на том же фланге. Например, Робин пока Конка обыграть не может. И вот это тоже ведь один из ключевых игроков, правда? Робин для организации игры Реала. Конка в штрафной, сохраняет мяч, падает и надо вставать. Реал выбивает мяч в суматохе, в спешке. И тут достается Севильи. Адриано. Ничем не заканчивается заброс в штрафную. Там слишком мало было сил у Севильи. Один Кануте боролся за всех. Тут в него два защитника. Но у Реала как были проблемы с движением, так они, собственно говоря, и остались. Если гол, наверное, не шибко показателен, ответно, это стандарт. Это немножечко другого рода шанс. Севильские голы пришли как раз из умения Севильи играть за счет как раз сильных сторон. Ведь второй гол это тоже стандарт. Но кем он был заработан? Он был заработан Хесусом Навусом. Где? На правом фланге. Вопросы есть? Вот, собственно говоря, та сильная сторона Севильи, которая сегодня работает. Ну и напомню, что и первый гол оттуда же пришел. Справа фланга от Хесусом Навуса после подачи. Так что вот эта вот локальность событий на флангах, да, она, в общем, достаточно большое значение имеет для общей картины. Ошибается Гути. Мастер, в общем-то, паса. Адриано играет на кануте. Это тот отходит просто глубоковато. Под душер, направо. Конко. Не рискнул идти в обыгрыш. Навус ошибается. И вот где Рауль. Марсело. Игуаин. Пока Игуаина мячи доставляют, в общем, в крайне непотребном виде. И требуется очень много времени аргентинца, чтобы его обработать. И сразу ждать какой-то угрозы от него не представляется возможным. Хотя, пожалуй, наверное, на это можно в определенной степени закладываться. Учитывая, что сегодня Игуаин один из лидеров атаки. Рафа Бандервард. Удар по воротам. Приличный выстрел. Показывает Рауль, что угловой. Арбитр туда же, видимо. Рафа Бандервард отправляется сам его подавать. Хорош удар, а? Но по лопту мяча не коснулся, насколько я видел. И еще кому-то желтая. Ага, Хефа Сунаус. Думаю, что это за фул против Рауля. В той атаке, которую Реал в итоге закончил угловым. Да, вот. Ну, конечно. За загривок Рауля. Ну, это, знаете, это слишком. Гонсалой Гуаин догоняет мяч, но уже вне пределов штрафной. Практически у пересечения боковой и лицевой линий. Отдает точную передачу на Гагу. Что там у нас справа? Справа у нас Рафаэль Вандервард. Бьет слева и... Ну, Бути не сумел обработать мяч. Ну, и вот еще раз эпизоды. Эпизоды матча. Канал Плюс у нас будет баловать на протяжении всей трансляции подобными красотами. Это его фирменный знак. До бес intense Tuesday. Это его фирменный знак. Еще один стандарт Подача в штрафную И снова Робин борется за верховой мяч И здесь у него получается лучше Но и Касилис его забирает Гагу на газоне Тем временем уже давно Перевалили мы за половину Первого тайма 34-я минута встречи идет По-прежнему Сибилья выигрывает На выезде у Мадридского Реала А чем там Гагу? Какой частью тела ударил его с келачи? Чем ему досталось? А, ну да В общем-то ударчик был приличный Уработал с келачи-то сейчас Гагу Очень здорово играет Сибилья Очень здорово И вот опять атака Робина Опять вариантов ноль Тащить самому вдоль ворот Надеясь на то, что раступятся И защитники Сибилья как море перед Моисеем Или найдется кто-то из партнеров Но как туда еще передачу отдать? В итоге только назад Все это заканчивается потерей В плане организации игры Сибилья сегодня посильнее Реала Пока, по крайней мере Тут все может измениться на самом-то деле И подобное утверждение вовсе не догма Но Реал в последние годы В общем весьма прагматичен Он немножечко не такой Каким он являлся Например при Висенте Дель Боске Затем после эпохи Дель Боске В общем достаточно такие были Тяжелые времена для команды Ну и команда Шустера И команда Капелла В общем объединены Достаточно прагматичным футболом Ни та, ни другая команда Пожалуй не ставили в углову угла Вот Разбирание соперника по частям Бывали разные матчи Прагматизм и Скажем там Победа со счетом 4-3 Это ведь не взаимоисключающие вещи Правда? Так что здесь наверное можно говорить о том Что у Реала внутренний ресурс есть Безусловно Все-таки играют игроки Очень высокого уровня И тот же Гутти, Робин, Вандервард Это игроки способные решить Один единственный эпизод И Конечно Даже если у них не получается На протяжении 80 минут Могут забить на 90 И собственно Ничего в этом удивительного не будет Но пока вот по тем 36 минутам игры Севилья знает лучше Как играть против Реала Чем Реал против Севилья Ну не знаю Если хотите Давайте поспорим Но мне честно говоря кажется Что В общем тут достаточно Все прозрачно А владение равное 6% преимущества Это в общем практически ничто Красиво Неплохо сыграно Вандервард Удар И справляется Полопни без труда Ну и вот Рауль Специально он здесь Во вратаря въехал На конференции НТВ плюс Вспомнили Про Жест Согнутой рукой Цитата По Нашей конференции На Кампноу Но только сегодня Константин Генщ Для вас работает А Михаил Поленков Константин Генщ Сейчас в Испании Зависти честно говоря Не испытываю Если есть вопросы На этот счет Ну в общем наверное Это дискуссия О том Кого Болельщики Барселоны В составе Реала Готовы как-то воспринимать Давайте так Я не буду Честно говоря Ее продолжать Потому что Не вижу в этом Особого смысла Сколько людей Столько мнений Но Я высказал Своё мнение По поводу Рауля По поводу его Роли В истории Реала И в истории Вообще Испанского футбола И останутся Честно говоря При своём Ну а там Отдельные эпизоды Ну Кануте Надо забивать Здесь третий мяч Это и происходит И вот это уже Более чем серьёзно Друзья И кто ж там Так здорово Поборолся в центре Уж не Хесусли Это был Навас Именно От Именно Из борьбы Коновара С Сивильцем Мяч отскакивает Кануте И тот Приспокойненько Его укладывает И в общем Наверное Мог он сделать Это и более Изобретательно Будь у него на то Воля И желание Атак сыграл попроще И забил 3-1 И вот наверное Сейчас все болельщики Реала Выглядят примерно Вот так Что происходит Вообще А происходит то Что Сивилья Просто сильнее Ну что в этом Такого странного В конце концов А это Рената Это Ренату Да он здесь На позиции Центрального полузащитника Поддержал атаку И составил здесь Пару Кануте Сам бил Поворотом Его накрыли А дальше провал Дальше провал И вот это уже вопрос Опять же К организации игры Если два центральных Защитника Находятся рядом Где же подстраховка Где же опорные Которые должны читать Где смещение сюда Марселу Это ситуативно Да это быстро Тут отскок Произошел в считанные секунды Это правда Но тем не менее Игру надо чувствовать И быть к ней готовым К подобным эпизодам Ведь Бил Ренату Не сказать Что прям совсем Без подготовки И прям все это Очень неожиданно произошло Пас в штрафную В конце концов Читался Ну что ж 3-1 Это серьезно Теперь Реалу надо отыгрывать Генди Кап В два гола А это уж совсем другое 6 минут до перерыва Смотрим мы с вами Мат 14-го тура Испанской премьеры На Сантьяго Бернабел Нарушает правила Кануте И посмотрим за стандартом Рафаэль Вандервард Отсюда может и пробить Доворот в общем Достаточно прилично Метров Метров Наверное Ну вот отсюда Трудно Дооценить Ну 25 Наверное И Вандервард С левой бьет Ух ты Вот это да С этой камеры Как классно смотрелось Да Эффект присутствия Даже кто-то Может быть И за голову схватился Да Мяч полетел Как змейка В игре То в одну сторону Крутясь То в другую И в итоге Палоп справляется Пока с ударами И самые опасные Наносят Вандервард Вот это есть у него Совершенно сумасшедшая Траектория Какое-то Абсолютно Непредсказуемое Направление Полета мяча И дело здесь Уже не в Том Какой фирмы Мяч Да И каковы у него Там какие-то Характеристики Аэродинамические А здесь уже Стопа Здесь уже природа Здесь уже умение Самого Рафаэля Вандерварда Так бить Помните да Сколько было Разных шуток Разных суждений Относительно Мяча Ротейра Которым играли На чемпионате Европы 2004 года Который летит Туда Куда Вратари зачастую Не ожидают Растет тем временем Пропасть В количестве брака Между Гути и Ромариком Думаю что это тоже Весьма показательно Безусловно От Гути многое Зависит В полузащите И особенно сегодня Потому что Гага Сосредоточен В большей степени На разрушении Но и Гути тоже В общем пожалуй Ну вы видели да 42 передачи Против 28 Да Выполнено у Гути Гути по сравнению С Ромариком Он тоже В общем сегодня В значительной степени Работает И на оборону В большей степени Чем обычно Рауль закрывает Мяч корпусом Мяч у него под левой ногой Но партнеров нет И отдавать некому Вот сейчас Левая зона Немножечко провисла Никто туда не рванул Никто там себя Не предложил И Севилья Переходит в контратаку Но численного преимущества Сейчас Реал Быстро довольно добьется И атака Немножечко замедлится И перейдет В статичное Положение В довольно спокойное Но вот это Вне менее предсказуемое русло В итоге потеря И надо выбить мяч На самом-то деле Сейчас за пределы поля Так по хорошему Кусури Хисуснавос на газоне Марселло нам Выхватывают крупным планом Марселло здесь фалил Скажете нет повода для желтой А я считаю что есть Откровенно говоря У Васкис У Васкис пока не Решается на то Чтобы игрока удалить Хотя в общем Вот это нарушение правил Было похоже на то Чтобы показать здесь Может быть вторую желтую Вот сколько раз мяч меняет На правильном По-моему три Пойди среагируй на этот удар Пойди пойми куда он в итоге В итоге нырнет и прыгнет Хорош конечно Вандервард с этим ударом Пока правда Такая вот Такой акцент на Голландцев Не очень работает В Реале И Сейчас Противники Кальдерона И вообще те Кто считает что Реал идет Неверным курсом Как раз говорят о том Что вот Барселона Как только избавилась От всех голландцев Сразу Что называется Поперла И вот до чего Дошла Со вчерашней игрой Против Валенсии Но Все таки тут Наверное Слишком много Мистики Реалу предлагает Срочно избавляться От голландцев Тем более что Только что куплен Еще один Фунталар Наверное не совсем С руки Ну и Так Адриану с мячом И все Уже без мяча Ну и говорит Что надо всех их продавать Наверное не совсем справедливо Ну по отдельности Ну что Они слабые футболисты Вот так вот Если разобраться Хотите Давайте по каждой Кандидатуре пройдемся Робин Ван дер Вард Рут Ван Нистелрой Сейчас вот еще и Хунталар Что это Слабые игроки Это посредственности Ну Бросьте Конечно Это все звезд Другое дело Что Команда звезд И Результат Это в общем Разные вещи У Реал Как бы не наступил На старые В общем-то Довольно хорошо знакомые Ему грабли В виде Времени Галактикус Когда звезд Было столько что В глазах Ребила А результата ноль Но Есть руководство Которое принимает Эти решения А мы с вами их Принимаем И анализируем И рассуждаем И в общем Для себя может быть Делаем какие-то выводы Я напомню Кто находится у нас Сегодня На скамейках запасных Прежде всего Начнем с Реала Потому что здесь Наверное Более ожидаемые Что ли замены Кроме уже Анонсированных Молодых Буэно и Антона Есть еще Хави Гарсия Есть еще Свиола Дрэнта Мецельдер И вратарь Дудок Это Реаловская Скамейка Здорово Как Фернандо Наварро Действует В этом эпизоде И вообще По первому тайму В обороне Очень классно Очень позиционно Верно Располагается И вот сейчас Вроде бы Были варианты У Игуаина Он на шаге Он на ходу Робин Штрафной Мяч под право Убирает А право у него В общем-то Ну как принято Говорить Для ходьбы Или тещина Все-таки Ярко выраженный Он левша Но здесь Пытался он До конца Сейчас раскрутить Соперника Для того Чтобы создать себе Абсолютное Идеальное Условие для передачи Но идеальными Абсолютно не получился Потому что мяч был Под право И вот фол Фернандо Наварро Здесь он фолит Диего Капель Нападающий Пуки Маскеро Варос Фасио Драгутинович И Демул Это состав Севильи Тоже варианты есть И в общем Есть даже Определенный выбор В этих вариантах Правда? Посмотрим Первый гол Реал забил со стандарта Как-то будет на этот раз Рафаэль Ван дер Варта Один Адриано Становится в стенку Не рискнет ли отсюда Голландец Прямым ударом пробить С острова Тугол для него Или можно Ну и в штрафной Конечно там Серьезное Достаточно Столпотворение Центральные защитники Сейчас Келачи И СКЮД Конечно На виду К ним Большое внимание Как они себя поведут Подачи не получается У Ван дер Варта Вернее получается Но Провально Заканчивается Первый тайм И заканчивается Он Со счетом 1-3 В пользу Севилья Еще раз напомню Кто в этом матче Забивал голы На третьей минуте Забил Адриано Рауль Рауль на 18-й Гол Отыграл Через 3 минуты Ромарик Вывел Свою команду Вперед И Кануте На 38-й Оформил тот счет Который мы с вами На табло Имеем К этой Минуте Собственно говоря К последней Минуте Пероте Звучит свисток Арбитр Сегодняшней встречи Гонсалеса Васкеса И пока Мы с вами Слышим Свист Друзья Быть может Мы с вами Увидим Еще сегодня И белые Платочки Ну вот они Газеты Или что-то Еще Это называется Болельщицкий Вотум Недоверие Если хотите Так Сигнализируют В Испании Когда По мнению Фанатов Нужны перемены Отдохнем И с новыми силами На второй тайм Перерыв Еще раз Здравствуйте Уважаемые Телезрители Мы с вами Возвращаемся На Сантьяго Бернабео На футбольный канал НТВ Плюс Возвращается Испанская Премьера И второй тайм Матчем Между Реалом И Севильи Одна замена У нас произошла И это уже факт Вместо Рафаэля Вандерварта На поле Появился Ройстон Дренте Одного Голландца Сменил другой Правда Менее Что ли Выдающийся Ну по крайней мере По своим достижениям На данный момент Замен В составе Севильи Нет И вряд ли Они предвиделись Сразу После перерыва Все-таки Это Реал провалил Первый тайм А уж Севильи Его как раз Выиграла И выиграла Очень красиво И здорово Есть сомнения По поводу Первого Мяча Забитого В ворота Мадридского Реала Там есть Намек На Оффсайт У Фредерика Кануте По-моему Он там был Рядом С Ну в общей толпе Игроков Рядом С Адриану Который в итоге Мяч в ворота Отправил Но Так или иначе Именно гол Адриану Стал первым Этот мяч был засчитан На третьей минуте Это уже произошло Рауль на 18 И 1-1 Ромарик 21 И 2-1 И Кануте 38 3-1 Это собственно говоря Что касается Голов Забитых в этом матче Рамос издалека Стреляет На подборе Гонсало Игуаин И успевает Все-таки Скиллочи Не без труда Но тем не менее Закрыть здесь Отскок И в итоге Мяч уходит на угловой Хороший Рамос Хорош проход И удар Да И в итоге Вот скиллочи Уходит мяч Гонсало Игуаин Он накрыть успел После стандарта О состава Подача в штрафную На ближний угол Вратарской И не очень Она получилась Ну Сама-то получилась Но там вот только Мяч легко Довольно Был выбит Игуаин Пошел в обыгрыш Натыкается На соперника И получается Еще один Довольно Опасный Штрафной Не исключено Что Игуаин Здесь на фол Нарывался Но Был так же Похоже и на то Что он здесь Пробрасывал мяч Себе на ход Ну да Наверное В общем Был он совсем Не против Нарваться здесь На нарушение правил Ну и На счастье Фернандо Наварро Произошло это Не в штрафной А за ее пределами И теперь Гути у мяча Ну что так долго-то Вот подача Мяч выбивается И Стартовые Составы команд Относительно Севильи Это можно сказать Уверенно И что касается реала Это с учетом замены Итак Ури Севилья Начнем на этот раз С них Полоп в воротах Номер первый В обороне Слева Навара 18 Справа Конку 24 В центре СКД 14 Скилочи 4 Пара опорников Ромарик 22 И Душер Номер 5 Три Атакующих Полузащитника Адриано 6 Слева Ренату 11 В центре И Хесус Нава Справа 7 В атаке Кануте 12 Номер Арманоло Хименес Главный тренер Уреала Касильес В воротах Номер 1 В обороне Слева Марсело 12 Справа Сальгадо Номер 2 4 Рамос И 5 Коноваро Это 2 Центральных Защитника Гаго 8 В опорной Зоне Слева Действовал В полузащите Вандервард Вместо него На поле Появился 15 Номер Ростендренте Чуть правее Располагается Гути У него 14 номер Игуаин Потихонечку Начинает Просыпаться И вот С его участием Происходит Еще один момент И будет у нас Еще одна Желтая карточка Ну и я закончу Составом Реала Игуаин 20 Рауль 7 И 11 Робин Это Атакующее Трио Игуаин Чуть правее По начальной Расстановке Робин Чуть левее Но впрочем Тут возможны Варианты СКД Получает у нас Предупреждение За то Что не пустил Он к мячу Игуаина Здесь в этом эпизоде Игуаин Красиво Дважды уже Соперников Обыграл Первая карточка В сезоне Неплохо Для 14-го тура Хорошим получился Первый тайм Для Севильи Очень здорово Команда грамотно Оборонялась И Достаточно Решительно Атаковала Чему В общем-то И стали следствием Те забитые голы Которые Были Что характерно Первые два мяча Пришли с правого фланга Там где Хесус Навас Переиграл В первые 45 минут Марселло Ну а второй гол слева У Реала же Моментов с игры Было Ну Несколько Таких Полумоментов Помним Помним Мы один Довольно Неприятный Для полопа Удар Вандерварта Из пределов Штрафной С которым С которым Вратарь Севильский Справился Ну и Со стандарта Пришел гол По моментам Практически По всему В общем-то Реал сегодня Послабее Уж не знаю В чем здесь причина Можно ли видеть В ней какие-то Глубокие корни И называть это Если не кризисом То по крайней мере Спадом Возможно Возможно Это и так Пищу для размышлений Безусловно Мы сегодня Получим Классику Расставят Многие вещи По своим местам И может быть Мы уже будем Более уверенно Говорить О кризисе О кризисе Реала А может быть И нет Наварро Затягивает Ввод мяча Из аута Ну вот он Его выбросил Это Скиллочи Неудачно Передача Направо Севилья Отнюдь не играл На контратаках Уважаемые телезрители Если вы только-только К нам присоединились И вот удивлены И может быть Даже шокированы Счетом Нет Здесь не было Какого-то Какого-то доминирования Реала Наоборот Севилья Свои атаки Завершившиеся голами Организовывал Что называется Первым номером И В общем-то Пожалуй Статистика По владению Мячом Которая Которая В конце Первого тайма Промелькнула Она в общем Достаточно Красноречиво Об этом говорит И только подчеркивает Это 53 на 47 В общем равная игра И у Севилья Просто лучше получается Но еще раз повторю Мысль Высказанную По ходу Первого тайма Севилья лучше знает Как играть Против сегодняшнего Своего соперника Нет На поле Вандерварта Но есть Несколько игроков Которые могут И без него Осуществить Довольно опасный Штрафной Игуаин Явно Завелся Явно Ему пошел На пользу Перерыв Здесь его Душер Сбивает Вот уже Третий игрок Который Сбивает Игуаина И что это Три нарушения За весь матч Все три После перерыва Душер Получил здесь Карочку или нет Вроде бы нет Но было бы любопытно Три нарушения И три игрока Севилья Подсаживаются На горчичники Гутти Наверное Отсюда решится Пробить Да Его нам Камера Показывает Посмотрим С левой ноги У него Удар хороший Ну что Господи Что вам Рассказывать Прекрасно Знаете Посмотрим Очень ответственно Относится По лоб Выстраивает Стенку Разбег Удар Рикошет Дренте Цепляется За мяч Марселло Будет ли навес Будет непонятно Совершенно передача И В итоге Здесь потеря Вы знаете В конце Первого тайма Я Начал так Немножечко Может быть Забегая Чуть-чуть вперед Говорить о Белых Платочках О Недовольстве Зрителей Но Вы знаете Я помню Примерно то же самое На самом деле В тот сезон Когда Капелло Работал с Реалом Была Довольно Похожая Ситуация Барселона Была Интереснее По ходу Чемпионата Барселона Лидировала С определенным Отрывом И вдруг Повалилась Зимой Да так Что Реал В итоге Стал чемпионом Оформил его Правда В последнем туре Но в общем В последних Играх Во втором Скажем так Круге Нащупал Свою игру Да не всегда Да это Было может быть Не очень зрелищно И ярко Но тем не менее Игру нащупал И в итоге Выиграл чемпионат Вовсе не хочу сказать Что сейчас Подобное Развитие событий Просматривается Честно говоря Пока не просматривается Даже дно Вот того состояния В котором Реал находится Поэтому Однозначно Говорить о каких-то Перспективах На ближайшее время И уж тем более На отдаленную Перспективу рам Кануте получает Еще одну Желтую карточку На этот раз Он в гагу Въехал Еще по ходу Прошлого сезона В общем Раздавались разговоры И достаточно громко Относительно того Что чемпионство Реала Оно в общем На фоне Безусловного Спада Барсы Барса Происходило Так что Наверное На самом деле Можно проводить Какие-то Определенные параллели Да Вот сейчас Реал Явно не тот Что был год назад Когда у него Было гораздо больше Уверенности Гораздо меньше Брака Вот такого Какой Марсел Марсел Например допустил Да Совсем недавно В общем Разные были Времена Еще относительно Недавно У Реала И в общем Сейчас они Действительно Тоже не самые простые И конечно Выходить из сложного положения Для Реала Тем труднее Что при этом Надо давать результат Результат таков Что нужно быть первым Ошибается как По лоб Дренте Подхватывает мяч На левом фланге Против него Конко У Вандерварта Не получилось Конко Ничего Рауль хотел Ну вряд ли он хотел Забить Вот таким вот образом Это было практически Нереально Хорош каков Забросик от Серхио Рамоса И Гуаин Снова здесь Сталкивает Двух соперников Снова действует Здорово Сталкивая практически С Келачи И по лопу И в итоге Мяч подхватывает Дренте Оттуда уже на вес И теперь будет Удар от ворот У Реала Есть достаточно Много времени Есть инвестиции Как было сказано Сегодня На Как было сегодня Сказано На заседании Ассамблеи Реала Кризис Реалу Не страшен Потому что Есть банки Которые Может быть Никому Кредиты не дадут А Реалу Обязательно дадут Так что В общем Деньги Должны быть Ну а вместе С ними Будут и приобретения И будут Перспективы развития И так далее Ну еще раз Эпизод с Раулем Показали недавно Разминающихся Нападающих Реала Это как раз Молодой Буэно И более опытный Савиола Возможно Что тут Грядут Определенные Перемены Но Игуаина Особого резона Менять нет Он второй тайм Проводит здорово Раулем Может быть Тоже Робина Возможно Робин проводит Не лучший матч Успокоилась Севилья Она уже явно Довольна тем Что у нее есть Как же жаль Как же жаль Что Зенит Не выиграл У Ювентуса Ведь сейчас А вот с Реалом В этом состоянии Когда мысли его Заняты Разборкой Собственных Завалов И предстоящей Игрой с Барселоной Можно было бы Попытаться его И ужалить Ведь может и на Лигу чемпионов Реалу бы просто Не хватило Ресурсов Сил Эмоций Ну хотя Это дискуссионный Вопрос Знаете Весьма Непредсказуем Нынешний Реал Он может В общем Настолько по-разному Выглядеть На протяжении Одной недели Что говорит о том Что Зенит Был бы здесь Фаворитом Фаворитом Не был бы Но бороться Будет Это факт Игуаин Проталкивает Мяч Сам для себя Не без помощи Соперника Коноваро Рауль Отскакивает Глубоко И вот Теперь он уже На нормальной Глубине Он уже На позиции Разыгрывающего Отдает Передачу На Робина Робин Перешел Направо Потому что Дрэнто Более принципиально Играть слева Робин В этом плане Более что ли Разносторонний Футболист Может сыграть И на правом Фланге Нет там ничего Севилья Перехватывает Мяч И сама Устремляется Теперь в Контратаку Ну вот Довольство Довольством А ущипнуть Если получится Почему бы и нет Тем более что Перспективы Неплохие Хесус Навас Против Коноваро Но скорости нет И без нее Хесус не так Хорош Ромарик Бьет издалека И это Не опасно Для Икира Касилис Был фол Свистит его Васкес Атака Левым флангом Марселло Хорошо Рауль Из очень Трудного Положения Он мяч Здесь Пулял Поворотом Ожидание Да Это не растерянность Это ожидание Конечно Подача Это Сальгадо Подавал Беснуется Там По лоб На линии Штрафной На линии Ворот Да А по угловым Даже как-то Удивительно Что Севилья Ни одного Не подала Вот это Такое преимущество В общем Разницы в четыре угловых Не так уж много Но то что Севилья Не подала ни одного В общем-то При ее-то Любви играть краями Честно говоря Не обращал на это Внимание Любопытно Ну да ладно Продолжает Атаковать Реал Робин Подача Для Коноваро Слишком высоко Ну и там Конка повыше Конечно будет Теперь Игуаин Он на левом фланге Здорово А это пенальти Нет Я беру паузу Для повтора Не завидую Сейчас Гонсалесу Васкесу Так его там Склоняют Наверное На все лады На Барнабео Продолжает Реал Атаковать Довольно затяжной Атака получается Сивили вроде бы Отбивается Но как-то ненадолго И продолжает Реал владеть мячом Марселло как будто Издевается над партнерами Вторую передачу Отдает Совершенно необъяснимую Навес штрафную Здесь Палоп И ему достается От Серхио Рамоса Но это известный Конечно Известный провокатор Может и двинуть Там легко Совершенно Невзирая на то Что вместе с Палопом Выиграл чемпионат Европы Недавно совсем Ну знаете Игуаин Конечно Был не прочь Упасть Но Скидет Его придержал Ну придержал Конечно Может быть Падой Не так Акцентированный Игуаин Гонсалес Васкес бы и дал Пенальти Но здесь Поводов было и без Ого Пожалуй 85 на 15 Нарушение Здесь было Достаточно Заметным Для того Чтобы его Заметить Ну и вот Эпизод С участием Серхио Рамос Совершенно Зрячо Выставлял Руку Именно так Чтобы досталось Палопу По лицу Тем временем Осталось-то играть Полчаса И 1-3 Реал горит Должна проснуться Злость Она уже видна В хорошем смысле И вот Второй тайм Реал проводит Конечно Не в пример Сильнее первого Но надо иметь ввиду Что и Севилья Его проводит Послабее Робин Куда же Зачем же здесь Было бить-то Ведь можно было Пасовать назад А угол Такой что Фига два Мяч там проскользнет В ближней Ну вот еще раз Защитника убрал Он конечно потрясающе Это Фернандо Навару И удар в ближний угол Ну и там Контролировал Контролировал все Полоп Снова Робин Хороший перевод на Дренте Неплохая обработка Угловой Угловой Гути Робин Робин Подача в штрафную Это Дренте Конечно прошу прощения Удар у Гага Не получается Но он сам Включается в борьбу И Крайне жестко Просто грубо Играет И не должен Не должен Он сейчас Безусловно спорить И должен радоваться Что желтое Ну вот так Выпрыгивать с ногой На уровне головы Соперника Ну это конечно Вообще никуда не лезет Это очень грубо Есть определенная пока еще тонкость в игре Да вот в смысле Окончательного результата Реал явно заведен Реал явно Ищет Кураж Не скажу Не скажу что он его нашел пока Но тем не менее Разница достаточно ощутимая С первым таймом Ну и особенно на фоне того что Позволяет так играть Севилья Оставляет Реалу шансы Безусловно Ну 25 минут Ну собственно Что это Мало времени для Реала Чтобы забить Да нет И не один можно Посмотрим Игуаин Удар какой Вот это да Пожалуйста Гонсало Игуаин Десятый гол в сезоне И все в этой игре еще может быть Все может быть Десять мячей Игуаина И помните Эпизод Когда гол Игуаина В матче с Малагой Стал Переломным Ну тогда правда Он счет сравнял Там отдельная история была Гореть Реал тогда горел 2-3 Игуаин Роскошным ударом Примерно Примерно Такая же атака Кстати говоря Да была Игуаин берет мяч Протаскивает его Несколько метров И лупит Со всей дури в дальний И у вратаря Шансов ноли Здесь все то же самое 3-2 3-2 Реал оживляет Интригу в этом матче И вот сейчас Марсела и Дрента Друг друга заводят Ну а что Севилья А если от нее Поплясать в последние минуты Что дальше сжаться Подобно ежу В колючий комок И попытаться не пустить Внутрь соперника А хватит ли на это сил А хватит ли на это Ресурсов Если хотите класса Или попытаться Реал ловить Но это тоже рискованно Ведь если игра раскроется Это будет на пользу Реала С его то скоростью С его то флангами Например Вот с таким вот Как Ариен Робин Играющий сейчас справа И получает И Реал еще один штраф Но еще один шанс Адриану показывает Что там была Что там была симуляция Но Васкес подзывает к себе Кого-то из игроков Севильи Я так понимаю И Наварро Да А у Наварро карточки не было Ну видимо нет Да У Фернандо Наварро не было Карточки Прошу прощения Так что Все еще здесь возможно Смотрим за стандартом Гути у мяча К гадалке не ходи Борьба в штрафной Держать там будут Конечно Еще как Подача Опасно 3-3 Ничья Поехали Нас ждут Роскошные 20 минут Друзья Ну что ж такое Вот это тур Буквально Сутки назад 3-3 В матче Вильяриал-Хитафи Имел честь комментировать И здесь Мадрид-Севилья То же самое Это Гагу Я хотел честно говоря Сказать что пока Он один не прикрытый Вот показывали нам борьбу Там держали Держали Игуаина Держали Рауля И Гагу Как-то вот смотрите Вот он вроде бы Как бы не в теме Да А пас следует Прямо на него Навес от Гути Абсолютно зрячий Уверен что Гути Все видел И оценил эту ситуацию Роскошно Реал Вытаскивает Вот эти 2-3 минуты Последние И делает он счет Ничейным 3-3 Вот это матч Ну и что Все то что было сказано Про Реал и Севилью Выше остается В общем-то актуальным Но теперь игра Приобретает Немножечко другие черточки Это теперь Здесь очень много Сиюминутности Вот это удар По лоб Вытаскивает мяч После выстрела Робина Ух ты Вы верите тем Кто говорит Что Реал Сплавляет тренера Я нет Так не сплавляют Тренеров Или это Настолько Искусная Интрига И так Они классно Делают вид Не получается Подача От угла Поля Видимо От большого Желания Ну а теперь Контратака У Севильи Душер Разгоняет атаку Хезусу Навасу Можно давать на ход Он догонит Против него Сальгадо Довольно медлительно И можно обыграть На шаге Так и есть Навас Можно бить Удар Поворотом Касилья стащит Вот скажите честно Кто сейчас не схватился За голову А? Вот это да И 20 минут играть И как же жаль Что мало так Еще бы 90 В таком же темпе Да хоть неделю подряд На них смотри Класс Ну и ну Подача Выбит мяч Хезус Навас Подбирает Ромарик Справа навешивает В штрафную На дальнюю Будет скидка На кануте Удар Поворотом Высоковат Там Вместо капеля Понятная замена Да Ну вернее наоборот Капель вместо Адриану В общем Понятная замена Давайте посмотрим Так что не будем какого-то турнирного, да, вот сейчас в эти минуты значения. Уже хочется просто наблюдать и, извините за жаргон, тащиться. Угловой еще один будет. С правого фланга теперь. То слева, то справа. Робин спешит, торопится. Действительно играть немного. Уже 18 минут. И это действительно немного по такой игре. Они пролетят, ой, как быстро. Гути в центр на Гагу. Убрали оттуда Марселу. И, наверное, правильно. Он разыгрывающий, не ахти какой. Ой, Серхио Рамос достает мяч в акробатическом прыжке. Но достает для соперника. Ну, вот как раз. Только вспомнили, да, про Кассилиса и Палопа. У Палопа, конечно, работы больше. Да кто бы спорил. И в основном эта работа во втором тайме, да. В первом было несколько эпизодов со штрафного, там еще где-то. Ну, в общем, не таких уж прям зубодробительных, как как во втором, да. Реал в центре поля. Последняя минута довольно редкое событие, чтобы Реал задержался в центре. Он обычно, ну, вот в последние минуты стремится моментально переходить вот это болото, в которое может засосать здесь Севилья. Игуаин, ах, чуть-чуть не идеально обработал мяч, и поэтому сразу пробить после того, как защитника убрал не было возможности. Реал продолжает владеть мячом. Арьян Робин на правом фланге. Будет подача с левой. Пока нет. Убирает двоих одним замахом. Он в штрафной. Пас бы чуть назад. Штанга. И еще один удар. Дышим. Отдыхаем и мы с вами. Не нравится такой Реал? А по мне так очень хорош. И вот, знаете, сейчас вот давайте задумаемся буквально так на несколько секунд, может быть, не углубляясь. Вот что сильнее? То, как сейчас Барселона играет с такой, знаете, с упорством и тщательностью серийного маньяка-убийцы, расчленяя команду и получая при этом колоссальное удовольствие. Или вот этот вот сумасшедший, абсолютно дьявольский напор, который Реал демонстрирует во втором тайме. Вот что сильнее? Вопрос. Мы получим на него ответ через неделю. Правда, при условии, что обе команды будут играть так же, как они играют в последние недели. Ну, про Реал, скажем так, как он играет вот сегодня. И еще одна замена в составе гостей сегодняшних. Вместо Ромарика на поле под 23 номером появляется Фасио. В гораздо большей степени склонный, наверное, к игре в обороне. И, в общем, нет в этом ничего удивительного. Конко. На вас. Здорово, Марсело. Вот здесь классно сыграл. Тут вопросов нет к бразильцу. И побыстрее бы Реалу перейти в атаку. Но ведь и на оборону нужно определенные силы отрежать. А значит, что при моментальном перехвате численного преимущества не будет. Но на оборону тоже надо работать. Дренте подача в штрафную. Полоп неудачно играет. Ну-ка, Игуаин. Удар перекладина. Спокойней всех Васкес в этом эпизоде. Он берет паузу и нас тоже отправляет. Там было нарушение правил. Ну и вот во что все это выливается. Ариен Робин. Вторая желтая. И красная карточка. И Реал остается в меньшинстве. Ну, не готов сейчас однозначно сказать. Опять же, прошу повтора. Давайте смотреть. Вот Дренте. Вот подача. Так. Цепляют Игуаина. Ну, а как он хотел. А в чем здесь провинность? Ах, вот она где. Вот. Конечно, грубо на душе прошел Ариен Робин в борьбе за отскок. И получает он заслуженную вторую желтую. И отправляется в раздевалку. В меньшинстве Реал заканчивает эпический матч против Севильи. Только на НТВ+. Уважаемые телезрители, как любит говорить коллега Розенов, смотрите в повторах. Не пожалеете. 3-3. При том, что Севилья выиграла первый тайм 3-1. Штанга перекладина в пользу Севильи. И удаление Ариена Робина туда же. И еще одна желтая карточка Ринато. Смотрю, что у него было до этого. До этого у него было не густо. Карточек не было. Итак. Марсело. Гаго. Робин 2. Кануте. Навас. Эскюде и Навару. 7-8 карточек. Не так уж и хило, да? Ну, в общем, это обычная довольно история для испанского матча. Тем более такого накала. Ну, Васки сразу видел нарушение. И поэтому здесь эмоции, наверное, не эмоции спровоцировали, да? На вынесение решения вот такого жесткого арбитра. Он видел фолл и сразу потянулся за карточкой. Реал не откажется от возможности матча выиграть. Не откажется. Он будет переть, нагнетать, давить, ломать, крушить и рвать на части и дальше. Другое дело, сломает и порвет ли на части? Вот это вопрос. Потому что по второму тайму Робин, конечно, совсем другой. Не то, что в первые 45 минут. Аморфного Робина в первом тайме заменил мотористый и горячо нами, наверное, любимый и хорошо памятный. Как же, наверное, круто это смотреть со стадиона. Ну и по телевизору, согласитесь, совсем неплохо. Пошел Игуаин, он справа действует. Да, атака лишится в центре мощи и, в общем, достаточно важной составляющей. Но правую зону закрывать придется. И, опа, Марселло. Марселло сегодня наработал на, в общем, достаточно серьезные разговоры команды с ним. Ну вот здесь он от Кассилиса точно должен, наверное, получить какой-то, что там, подзатыльник или что-нибудь еще. Или как это? Или денег должен Кассилиса заплатить за нервы потраченные. Тут, конечно, чуть не организовал гол в свои ворота. Почти как Бурдиса в матче Лиги Чемпионов Анартосис Интер. 10 минут до конца. 3-3. Сумасшедшая игра. Какая тут молодежь. Сейчас не до этого. Пойди выпусти кого-нибудь и неизвестно, как еще войдут. А тут цена победы, конечно, и в эмоциональном плане чертовски велика. Мяч уйдет. Мяч уйдет. Если бы там был Робин, он, может быть, бы и поборолся. Но сложно. Кануте. А если пробить, с ударом тоже все в порядке. Мяч летит чуть-чуть выше. Фредерик Кануте взял на себя здесь роль. Старшего по лафету. И в итоге решил выстрелить сам. Варианты были. Бросов нет. Раули за боковой бросает. Не его, в общем-то, это дело. Игуаин. Гаго. И как же сейчас сказываются проблемы Реала в защите. Вот будь Серхио Рамос на позиции правого защитника, он бы Робина заменил, по крайней мере, по объему работы, по крайней мере, по частоте движения, по давлению. Сальгаду вряд ли. Сальгаду, конечно, тяжелее. Потому как кроме атаки надо думать о том, чтобы назад вернуться. Да, вот сейчас сальгаду атаку поддерживает. Посмотрите, на какой скорости она развивается. С такой скоростью осторожные водители вписываются в поворот. А мы видели здесь уже просто скорости в стиле Формулы-1. Под удар! Блокирован выстрел. Руку или чем другим арбитр не реагирует. А значит, поводов нет. Ну и Гути, собственно говоря, весь в новом следующем эпизоде. И Гуаин! Чисто сыграно! Душер! Подержать бы мяч Сивильи немножечко. Душер это понимает. А поэтому ищет продолжение. Едва-едва не находит пасом чужого. Но это от большого желания мяч сохранить. Навас против Канаваро. Входит в штрафной удар. Касильяс в порядке. И сразу же, сразу же на Дренте. Рауль. Левым флангом пойдет атака. У Сивильи. Ну вот она уже и в центр сместилась. Диего Капель вышел на левый фланг. В общем, для того, чтобы, конечно, терзать оборону и заставлять правый фланг Реала бездействовать. То есть, в большей степени, конечно, ориентироваться на оборону. Но вот будь там Серхио Рамос, вот нашла бы коса на камень. А так, при наличии Капеля на поле, конечно, Сальгада особенно вперед-то не побегает. На вас. Хорошая передача. Душер. Ну-ка, что сделает? Наброс в штрафную. Касильяс должен играть и должен искать быстрое начало атаки. И желательно рукой. Значит, то бишь, точно. Если ногой, то это в борьбу и есть риск. Но приходится играть вот так. Ну, собственно, вот и подтверждение этих слов. Риск и мяч прилетает к полу, который сейчас будет, наверное, максимально долго ногами его там возить. И вот Дельнидо и Кальдерон. Два президента, каждый из которых может быть сегодня игрой и доволен, и недоволен. Наверное, недовольство больше и у того, и у другого все-таки. Для одного победа была близка. Уж очень она была ощутима. Практически в руках ее держали. Гол! И вот снова! И вот снова Сивили выходит вперед. Но это конец игры или нет еще? Пять минут играть. 4-3. Казалось бы, что вот нет в этой атаке скорости у Сивили. И, а значит, и опасность может быть нивелирована. Но центральные защитники опять сделали все. И Касилья снова играет на выходе не так, как надо. И в итоге Ринато забивает седьмой мяч в игре. Боже мой! 4-3. Реал снова отыгрывается на лицах игроков Реала. Читается как раз вот это выражение. Ёшкин кот. Опять! Не без надега. Нет! Они еще, может быть, и вытащат. Но вот смотрите, где вся центральная оборона. Вот здесь вот находится у нас Серхио Рамос. Он один. В подкате под навес стелится Фабио Коновара. А где же левый защитник? Где Марселло? Разыгрывает быстро мяч Сивили. И это ей, конечно, в плюс. Но как же можно это пропустить? Такой эпизод. За пять минут до конца. И опять Реал показывает определенные проблемы в организации игры в обороне. Это есть. От чего хотите здесь плясать в этом утверждении? Можно, наверное, и от проблем с составом. И, наверное, от индивидуальных особенностей. В общем, тут есть варианты от отсутствия серьезного навыка такого по большому счету. Да, игры здесь в центре обороны у Серхио Рамоса. Но так или иначе, в общем, проблемы эти есть. Проблемы эти есть, и их надо решать. В атаке у Реала сегодня мы увидели, в общем, достаточно весомые аргументы. Конко. Неудачно. Марселло. Быстро, но без продвижения, потому что все слишком на коротке, а особенно давать и некуда. Дренте падает, зарабатывает штрафной. К Асилису, наверное, пока еще рановато идти в штрафную. Да, вот это матч. Ну вот, да, ушел Марселло. Вместо него Буино, как произносит диктор по стадиону. Молодой совсем футболист, 89-го года рождения. Посмотрим. Это для него шансы. Это, в общем, игра ва-банка. Что еще остается сейчас? Сейчас снимает защитника Шустер, выпускает форварда. Напомню, Реал играет в меньшинстве после того, как с поля был изгнан Робин и был изгнан по делу. Ренату не разобрался, по его мнению, мяч уходил от игроков Реала. Нет, от его партнера в итоге аут. Реал здесь зарабатывает. Роберто... О, господи, Роберто Карлос. Вот это автопилот, да, с опозданием на пару лет. Фабио Коновара, конечно, маленький и лысый. Ну да, наверное, что-то есть в них общего. Он на общем плане и при таком тараторном ритме речи. А другого, собственно, игра-то не предполагает. Так что прошу прощения за ошибку, за оговорку. Ну, так позабавил сам себя даже, честно говоря. Продолжается у нас игра. Буэно с мячом. Переводит мяч в центр. Здесь Серхио Рамос. Направо будет пас. Там Сальгадо. Гаго. Заброс в штрафную. Серхио Рамос набрасывает его чуть правее. Капель. Ну-ка, давай. Ну-ка, скорость включай. Гути отрабатывает в обороне. Отрабатывает неплохо. Получает желтую. Это само собой. Да. Ну вот Капель, да. Вот он уже, в общем-то, оправдал выход на замену. Он, во-первых, здесь организовал опасный штрафной. Во-вторых, он посадил на карточку Гути. Ну, а в-третьих, он сбивает темпы, убивает время. И, пожалуй, последнее наиболее весомо. Битва при Бернабеу. Наверное, так может называться картина. Если кто-нибудь будет когда-нибудь ее писать, касающиеся матча между Реалом и Севильей. Три-четыре. Это не призыв начать что-то делать, когда три-четыре запели, например. Нет, три-четыре это счет. И играть минуту. Не буду говорить, что это все. Хочу надеяться, что нет. Но не удивлюсь, если да. Кануте у мяча. Удар поворотом. Касильяс бросит мяч и может даже сам бежать вперед. Сейчас уже особого смысла там в штрафной тусоваться нет. Команде надо отыгрываться. Ошибка молодого Буэно. Как раз вот вопрос о том, насколько вообще просто войти молодому парню в игру. Если вообще нет никакого желания там, да, как-то его пожурить, поругать. До Рауля мяч не дойдет. Хесус Навас подбирает мяч и должен на опыте сейчас сыграть. Он играет простым довольно пасом. Сколько, сколько? Три. Три минуты добавлены. Они уже пошли, поехали. Вот Кануте, а это тоже Волк прожженный, покрутился вокруг собственной оси. Успели подтянуться партнеры. Ну и теперь можно, собственно говоря, мяч катать. Три-четыре. Вот это да. Фух. Фух. Ну что, неужели Реал смирился? Вот это владение Сивилии и мяча на протяжении последней минуты и нескольких, наверное, даже десятков уже точных передач к ряду. В общем, как свидетельство можно принять того, что Реал уже не очень верит в то, что мяч у этой команды можно отобрать и что-то организовать. Гути, красавец, бьется как а. Так, так, так. Свисточек Васкеса. А Бернабеу пустеет. Я не думаю, что мы с вами увидим сегодня белое море из платочков. Отдельные, наверное, да. Драгутинович выходит на поле вместо Фернандо Наварро. Не думаю, что мы сегодня с вами увидим росы белых платков. Отдельные, наверное, увидим, но говорить о том, что это прям будет тенденцией. Последних, ну, ближайших полутора-трех минут, наверное, не стоит. Рауль получает мяч штрафной. А ну-ка, удар по воротам. Ай-яй-яй, мимо летит. Мимо летит. Рауль просит углового и получает его. И где Касильяс? Давай, минута 10 до конца игры. Реал горит 3-4. Это один из последних шансов для команды. Кануте, безусловно, в штрафной. Сейчас, наверное, там будут все 22. Нет, Касильяса нет. Реал подтягивается почти в полном составе. Подача, навес на дальнюю штангу. Нет, получается в центр. Буэно пытался пробить, не точно. И теперь Капель. Теперь он против Дрэнте. Пас, хороший пас. Дрэнте, Дрэнте, красавец. Дрэнте, красавец. Можно считать обратно уже. Обратный отчет пошел. Игуаин. У Шустера есть неделя, господа. Для того, чтобы попробовать придумать что-то со своей обороной. Попробовать, ну, пускай на морально-волевых, но один матч выдать. Хотя Реал, когда он был силен в обороне. У него другая немножечко стихия. Завершилось уже время. И Севилья идет в свою последнюю атаку, в которой она может установить другой немножечко счет. Но суть его останется прежней. Штрафной удар. Васкес не торопится домой. И спасибо вам, Гонсалес. Мы хотим еще немножечко побыть в Мадриде. Увидеть еще хоть что-нибудь. И пускай это будет даже пятый гол ворота Реала. Почему бы нет? Со штрафного мы сегодня уголов не видели. И было бы неплохо увидеть прямой, например, да? А может быть еще Васкес там приберег и на контратаку для Реала время. Так что потерпим, подождем. Кануте будет бить. 42 мяча забито в этом туре, если я правильно считаю. Если нет, поправьте. Делаю это в спешке и могу ошибиться. Но результативность. Ну, в 10 матчах 40 с гаком мячей. По 4 в среднем за игру. Маловато, по-моему, в самый раз. И кануте у мяча. Мы уже на полторы минуты больше переиграли. Удар. Фредерик, Фредерик, мы-то ждали, мы-то ждали. А вы вот так вот. Все, наши проиграли. Или наши победили, сказала вот эта блондинка сейчас, наверное, кому-то в телефон. Это так. Реал терпит поражение. Вот главный итог этого матча на своем поле. В матче против Севильи со счетом 3-4. Авторы голов. В Адриано. Вторая минута. Рауль 18-я. Ромарик 22-я. Кануте 38-я. Игуаин и Гагу 66-68. И Ринато на 84-й приносят своей команде победу. С кем играет Реал в следующий матч? Говорить не буду. Это просто неприлично на футбольном канале. Ну, а пока отметим, что Севилья выбрасывает Реал из Лиги Чемпионской зоны. Севилья занимает 5-е место. У нее 27 очков. У Реала 26. Ну что ж, вот таковы итоги. Впечатлениями я с вами делился на протяжении 90 минут. И сейчас утомлять вас не буду. Спасибо за внимание. Смотрите Испанию на НТВ+. Надолго с вами не прощаюсь. Мы еще скоро услышимся. Еще раз. Мерси Боку, что были с нами. Болейте за своих.